Приветствую вас, мои друзья и подписчики! С вами Фил, как всегда. На дворе у нас 4 августа 2015 года. А я сообщу вам, что я уже закончил постройку этого краулер-крана. И, собственно, позвольте этому самому краулер-крану появиться прямо перед вашими глазами. Я абсолютно ничего не трогаю в нём, он едет абсолютно сам. Обратите внимание. Вот так, не спеша переваливаясь на своих гусеницах, наш краулер-кран потихонечку уезжает куда-то влево, да? Но зачем нам, чтобы он уезжал влево? Нам нужен он тут. Поэтому давайте его вернём на нашу сцену и временно остановимся. Стоп, стоп, стоп. Сейчас я сниму со штатива телефон и, соответственно, пройдёмся по внешнему виду. Начнём с размеров. Огроменный. Просто огроменный краулер-кран. Действительно, очень большой. Вот, посмотрите, здесь висит кубик специально для того, чтобы вы понимали масштаб. Кубик 57 мм, то есть 5 см. Насколько, насколько краулер-кран огромный, я не знаю. Вот ещё поставлю пачку Pringles для сравнения. То есть, просто гигантский, просто гигантский краулер-кран. И, соответственно, как вы можете видеть, он выполнен в необычном для моделей техник цвете. Голубой и белый. Я хочу сказать, что, пожалуй, это единственный правильный цвет, который подойдёт к этому краулер-крану. Потому что я прикидывал другие цвета, и как-то они все не подходили. Жёлтый скучный, какой-то грязноватый. Чёрный тоже скучный. Вот, как, например, Grabber, да, был бы скучным. Возможно, какой-нибудь зелёный подошёл бы ему. Но здесь, конечно же, всё-таки я считаю, что самый лучший вариант – это именно белый и синий. Хочу отметить, что сочетание белого и синего является практически уникальным. Других таких моделей я не помню, разве что самолёт этот большой. Но те ли там цвета, точно не знаю. Поэтому будем считать, что подобный краулер-кран является, в общем-то, новинкой и уникальной вещью. Что касается внешнего вида, по наклейкам. Их здесь совершенно немного, но здесь они подчёркивают внешний вид моделей. Скажем, вот эта наклейка LEGO Technic 250 тонн на узкой панели, да, новой панели, которая появилась только в этом году. Также здесь есть наклейка MT Lifting Service. Наклейка Hot Surface, ну, то есть, жаркая поверхность. И самое, что интересно, вот эта вот вещь, относящаяся к декорированию, раньше изображалась на наклейке. Сейчас это тайлы скошенные специфические. Поэтому это, я считаю, огромный плюс дизайну модели. И, собственно, вот наклейки, обозначающие опасность поворота, да. Что касается другой стороны нашей модели, да, то сейчас мы посмотрим, как её можно развернуть. Ага, я уже вижу, как. Наверное, как-то так. Попробуем сейчас её поворачивать, просто чтобы вы посмотрели, как она функционирует. Обратим внимание для начала на наш кузов. Вот здесь лестница есть справа, слева кабина. Так, я, наверное, всё-таки установлю на штатив, потому что дрожание рук – это не дело. Вот так вот наш краулер-кран сам вращается. Обратите внимание на вот эту вот выхлопную трубу серую, которую я, кстати, уже доработал. Я внёс уже кое-какие модификации в базовую модель. И, соответственно, вот эта труба уже не шатается. Хотя она раньше шаталась. Так, остановим внимание сейчас на кабине. Так, иди сюда. Остановим внимание на кабине. И, собственно, что в ней примечательного? Примечательного в ней то, что она может подниматься и опускаться. Как и у любого краулер-крана, потому что стрела огромная, и зачастую из-за высоты оператору крана просто не видно, что происходит наверху. Поэтому именно для этого и создана возможность поднимать вот так кабину вверх. На кабине имеются три фонаря. Новые детали вот эти вот. Они не резиновые, они пластиковые такие штырьки, абсолютно круглые, которые стоят на месте боковых рам кабины. В кабине имеется кресло. И также в кабине имеются два рычага управления, которые также являются вот этими новыми деталями, которые стоят вот здесь. Что касается еще элемента декора, то, в общем-то, больше декора здесь никакого нет. Разве что можно к этому декору отнести наши гусеничные опоры, которые снабжены синими вот такими бимами, подчеркивающие связанность этих опор именно с этой моделью. То есть это также элемент декора, который мне очень и очень нравится. Что касается еще внешнего вида, то все, больше, пожалуй, здесь добавить нечего. Пора переходить непосредственно к самой функциональной части этой модели. А она, поверьте мне, очень и очень сложная. Начну с того, что вот это вот все, что мы видим сзади, это огромный блок коробки передач. Внутри очень сложная коробка передач, которая управляется с помощью вот этих вот двух ручек. Двигая вот эти ручки, мы можем переключать определенные функции. То есть такая возможность, в общем-то, сделана в модели LEGO Technic, в общем-то, впервые, когда мы можем управлять почти как настоящим краном. Похоже, инновация была в модели 42006, но это все равно немножко не то. То есть это действительно инновационная такая вот фишка в линейке LEGO. Как вы можете видеть, здесь есть батарейный блок на 9 батареек пальчиковых. А также внутри спрятан, естественно, L-мотор, про который я уже говорил. Крупный мотор, который отвечает за все эти функции. Далее мы можем увидеть вот там две катушечки. Одна катушка идет отсюда вот на нашу вот эту вот тягу, которая позволяет регулировать угол отклонения нашей стрелы. А вторая катушка, это непосредственно катушка, отвечающая за граббер, подъем и опускание граббера. Все катушки работают как по одиночке, так и вместе друг с другом. То есть можно создать сразу две функции, которые будут работать одновременно. Что еще? Хотелось бы показать вам все это великолепие шестерен внутри, но, к сожалению, модель слишком сложная, ее разбирать достаточно трудно. Но, тем не менее, хочу показать еще функции, которые она выполняет. Так, включим наш мотор. И давайте попробуем опустить что-нибудь. Так, нет, это функция поворота, мы ее уже видели. А вот и подъем и опускание нашего граббера, как я говорил. Ну и, собственно, так можно до пола. Так, но мы не будем. Мы его отключим пока на данный момент. Уберем. И попробуем опустить стрелу. Так. Включим эту функцию и посмотрим на вот эту вот часть. Видим, да, как она удлиняется. Катушка раскручивается вон там. И наша стрела, соответственно, опускается. Но опускать ее не будем сильно, потому что наш кубик, в общем-то, оказался уже на поверхности земли. И, собственно, нам надо его поднять. Вот, то есть, все работает через вот эту вот громадную систему шестерен. И, собственно говоря, это выглядит очень-очень здорово, друзья мои. Так. Ну и что касается функции передвижения, то она также доступна. Эта функция доступна, вот, по-моему... в этой части, да? Да. Как это все доступно? Благодаря тому, что вот здесь крутится вот та шестерня, видите, да? Она идет через центральный вал и идет вот сюда на привод гусениц. И, собственно, наш краулер-кан поехал. Выглядит все супер. И я считаю, что модель просто практически совершенная. Но, как я уже сказал, это не все. Модель не совсем совершенная, хочу сказать, потому что в первую очередь она неполноценно ездит. Вот, как, например, вы могли видеть. Она ездит только вперед и назад. Это все доступно за счет, опять же, этого привода, да, который идет на задние звездочки. Я впоследствии его изменю, доработаю. Сделаю привод на левую и правую гусеницы независимыми. И, соответственно, сделаю радиоуправление. То есть, чтобы краном можно было управлять с пульта, и кран выглядел и работал так, как необходимо. То есть, оставлю именно управление ходовой частью с пульта, а все остальное останется так же, как и было. Вот, друзья мои. То есть, это один из немногих минусов этой модели. Также к минусам этой модели хочу отметить то, что, скорее всего, она как-то не закончена вот в этой части. Здесь, видите, да, она какая-то пустая. Какую-то лестницу непонятную сделали, да. А здесь, как бы, не закончили ничего. Поэтому придется там еще что-нибудь придумать, чтобы модель получилась более законченной. Какие-нибудь панели поставить, может быть, еще. Вот. Это, как бы, второй минус, который я нашел. Третий минус, который я обнаружил, это тот минус, что, хоть краулер называется экран, но на самом деле это не совсем кран, да. Как я уже говорил, это граббер. То есть, у него есть эта клешня, которая открывается мануально, да. То есть, можно вот так вот открыть ее. Вот здесь вот. Кстати говоря, клешня сделана очень много. Но здесь есть актуатор внутри. И, соответственно, он подтягивает сразу все лепестки. То есть, ну, это можно снять и поставить на его место нормальный крюк, который, в общем-то, и сделает наш краулер-кран краном. Вот. Что еще? Да, в принципе, все. В остальном, модель просто великолепная, друзья мои. Я очень остался доволен. Единственное, что меня очень митомило, как ее собирать. То есть, это долго, это сложно. Пальцы горят. А в остальном, шикарно. Просто шикарно. Даже не знаю, о чем здесь еще можно рассказывать. Вы сам все видите. Не знаю, насколько качественно мне удалось сделать это видео, но я старался, потому что снимаю, как умею. Вот. То есть, сама конструкция великолепна. Механика великолепна. Дизайн тоже очень изящный и правильный. Единственный минус – это неполноценная езда, небольшая незавершенность вот здесь носовой части, как я уже рассказывал. И все. Других минусов у этой модели нет. То есть, купить, доработать, и вы получите идеально работающий краулер-кран, как необходимо. Вот. Ну все, друзья. Наверное, на этом я закончу. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, если понравилось. И ставьте, конечно же, лайк за то, что хотя бы эта модель первая в Беларуси, и она у меня. Все. До встречи, друзья. До встречи, друзья.